Я рад приветствовать вас У вас, уважаемые телезрители, в студии RTN в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, мы находимся в гостеприимной телестудии в Бруклине, город Нью-Йорк. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о так называемых «essential workers», то есть в переводе на русский язык это работники, самое главное – «essential», без них невозможна жизнедеятельность города. И таких работников во всей Америке очень много, речь идет об определенных профессиях. И самое интересное, что мы стали ценить намного больше все эти профессии, только когда поняли, что именно от этих людей зависит наша с вами жизнь. И когда повседневная, обыденная жизнь, кажется, все само собой разумеющееся, и кажется, что, не знаю, работник компании «Конедисон», которая восстанавливает электричество, которая отключилась, ну что тут такого он делает? Но когда темень и когда блок-аут, все понимают, что очень важная профессия электрика, например. Или когда поезда не ходят, да, все начинают понимать, как важна профессия водителя поезда метро. Или когда, например, я не знаю, что-то не работает, что-то отключается. Мы всегда ценим только тогда, когда теряем, к сожалению. И я могу сказать, что в период эпидемии мы, к сожалению, потеряли очень многих «essential workers», тех работников, от которых зависит жизнедеятельность города, жизнедеятельность страны. И я думаю, что, конечно, с одной стороны, очень и очень хорошо, что хотя бы спасибо этим людям говорят. Говорят спасибо по телевидению, по радио. Мы сегодня говорим спасибо тем, кто в период коронавирусной эпидемии помогал миллионам людей однозначно, помогал выживать, побеждать эту проклятую эпидемию. Был парад в Нью-Йорке, большой парад, инициатором которого выступил мэр города Билл де Блази, был парад от Беттери Парка до Сити Холла, и в нем приняли участие тысячи людей, именно «essential workers», об этом мы сегодня поговорим, кого именно считать «essential workers». И десятки тысяч нью-йоркцев приветствовали вот этих работников «essential workers», как говорили в Советском Союзе, бросали женщины цветы, чепчики в воздух дали цветы, говорили «спасибо», кричали «ура», конфетти разбрасывали, цветы подбегали, вручали, и главное кричали «спасибо», «спасибо», «thank you», «thank you». Весь город, все называется, стоял на ушах и благодарил, выражал благодарность, говорил «спасибо». Справедливости ради, это было не только в день парада в Манхэттене, это было на протяжении всей эпидемии. Много раз я был свидетелем, особенно вокруг госпиталей, когда выходила смена медсестер или врачей, например, выходили после работы, и им кричали «спасибо», сигналили автомашины, люди благодарили, держали руку возле сердца. Вот этот трогательный эпизод во время этого парада, когда две медсестры друг друга обняли, просто вот, как говорится, прослезились. Сколько погибло, погибло на фронтах. Я всегда говорю, это сводки с фронта борьбы с коронавирусной эпидемией. Именно был фронт, это был самый настоящий фронт, и вот эти люди были на передовой этого фронта. Сколько ушло из жизни медсестер, врачей госпиталей. На этом параде вот тоже врачи отдельной колонной шли, им тоже аплодировали. В первую очередь, конечно же, врачи госпиталей, где шла эта борьба. И очень часто приходилось работать не по 8 часов в сутки, не по 10 часов в сутки, а по 12, 14, ну да, по 16 часов в сутки. Катастрофически не хватало медицинского персонала. Власти, в частности в Нью-Йорке, объявляли о рекрутировании новых людей. Просили, обращались к тем, кто ушел на пенсию медсестрам, тем, кто ушел на пенсию врачам. Пожалуйста, нам не хватает людей в госпиталях, потому что где-то заболели, где-то, извините, вообще ушли из жизни. Где-то пришлось перебрасывать на другие участки. В итоге, катастрофически не хватало медсестер, врачей. И в госпиталях, и в поликлиниках, и в Нью-Йорсинг-Холмс, в центрах, реабилитационных центрах по уходу за пожилыми людьми. Медицинского персонала постоянно не хватало. И я про это читал, все время просили власти, если вы можете, придите, если у вас есть лицензия, если вы registered nurse, если у вас есть лицензии медсестры, вы нам очень и очень нужны. И поэтому очень здорово, что на этом параде говорили спасибо. Я уже сказал врачам, медсестрам, а представьте себе еще, что приходилось работать, как вы знаете, не просто в полевых условиях, да еще и на себе нужно было несколько килограммов носить. Почему? Во-первых, в масках. Во-вторых, должна была быть голова закрыта. Потом вот эта медицинская фата, если как называется, да, капюшон, что хотите. Столько на себе нужно было медицинского носить, вот этого обмундирования. Плюс еще надо было медицинское оборудование рядом. Плюс еще, к сожалению, многих приходилось больных ставить на так называемые аппараты для искусственного дыхания, да, вентилейторс по-английски. В общем, на износ люди работали, на износ, падали с ног. Но понимали, что если они не выйдут на работу, если они не подойдут к больному, если они что-то не сделают, все, человека нету, человека нету. Мы знаем, что погибли сотни и сотни тысяч людей ушли. В результате этой коронавирусной эпидемии. Но если бы не эти герои, если бы не те люди, о которых сегодня я рассказываю в своей передаче, жертв было бы гораздо больше, гораздо больше. Причем мы говорим не только про медсестер, мы говорим не только про врачи. Например, пожарные. Они оказались в этой ситуации сразу в нескольких ролях. Они были не только тушителями пожаров, как было всегда. Они вытаскивали людей из окон, они вынимали людей из лифтов, не работавших по разным причинам. Они должны были работать тоже в масках. Они должны были тоже носить вот это защитное обмундирование. Мало того, что и так у пожарного, как вы знаете, очень большое количество килограммов с собой, всего, что ему нужно носить с собой для тушения пожара, так еще и нужно быть в маске и в защитном оборудовании, что резко усложняло работу. Но никто же не отменял работу пожарных, никто же не упразднял. Пожары не прекратились, не прекратились срочные вызовы пожарных на различные экстренные ситуации. А что уж говорить про медиков скорой помощи. И она и в обычное время, скорая помощь, бесценная, очень важная, спасительная. А уж в ситуации с коронавирусной эпидемией работники, техники, медики скорой помощи вообще стали, я не знаю, даже, ну, святыми, если хотите, просто речь и так идет всегда на секунды, когда, во сколько приедет эта самая скорая помощь, одно название чего стоит, emergency, срочная помощь, скорая помощь, когда же ambulance приедет. Но в период коронавирусной эпидемии действительно речь шла часто на секунды. И приходилось приезжать, они рисковали вдвойне. Мало того, что они должны были приехать, забирать больного, да еще надо было тоже быть в этом оборудовании, да еще могло оказаться, что пациент коронавирус, то есть человек кашлянул, человек находится в закрытом помещении, в комнате, потом его в машину, а там же тоже закрытое помещение. И как ни крути, тоже можно заболеть. Огромное количество работников скорой помощи тоже, к сожалению, заболели коронавирусом и ушли из жизни тоже. И я знаю примеры, когда люди, работавшие в скорой помощи, к сожалению, скончались от COVID-19. Это коварнейший вирус, который никого не щадил. Ни пожилых, ни молодых, ни средний возраст. И особенно, конечно, essential workers. И я знаю, например, я уже рассказывал про пожарных и полицейских. Многим из них, городские власти, разрешали оставаться в ночевах в каких-то комнатах, в гостиницах, в мотелях. Иногда они, если была возможность где-то еще заночевать, чтобы их родные, чтобы их семьи, не дай бог, не заразились. Если они заразились, чтобы не подставлять своих родных и близких. И такие случаи, к сожалению, были, когда заболевал пожарный, когда заболевал полицейский, когда от медсестры заболевала целая вся семья ее. То есть подвергали риску свою здоровью и жизнь и еще своих родных и близких. И, конечно, им нужно говорить спасибо и сегодня тоже. Не только во время эпидемии благодарить, но и сейчас тоже. И вот этот парад, который был в Манхэттене, хотя бы кроха, хотя бы чуть-чуть сказали людям спасибо, выразили благодарность, показали по телевидению, написали в газетах, фотографии были, хоть как-то что-то сказали спасибо. Хотя я еще сегодня скажу, этого совершенно недостаточно. Еще одна очень важная категория работников, которую мы всегда вспоминаем, когда какие-то критические ситуации. Когда после урагана Сэнди несколько дней не ходили поезда метро и не ездили автобусы, весь город вдруг вспомнил про транспортных работников. И вот сейчас тоже все говорят про транспортных работников. Да, это тоже essential workers. Те работники, от которых зависит наша с вами жизнь. И благодаря им город вообще живет, передвигается. Потому что если медсестра не может доехать до госпиталя, если врач не может приехать на работу, если не все могли ездить на машинах в это время, не у всех, во-первых, есть машины, а если нужно передвигаться в другой Боро, в другой район, далеко ездить, очень важно, чтобы ходили поезда метро. Я лично, к сожалению, знаю кондуктора, водителя, машиниста поезда метро, который ушел из жизни, заразившись COVID-19, заразившись коронавирусом именно во время работы. Он был членом моего политического клуба. Его звали Бенджамин Шафар. И он, к сожалению, ушел из жизни. Сколько не боролись медики моему недосгоспиталю, он, к сожалению, скончался все равно именно от COVID-19. Он совсем не был пожилым человеком. Он был буквально на год-два старше меня. И он ушел из жизни вот из-за этой страшной болезни, от этого страшного вируса. Все транспортные работники, и водители автобусов, и водители поездов в метро, и те, кто работал внутри метрополитена, те, кто делал все возможное, чтобы эти вагоны вообще ездили, им всем тоже самый низкий поклон. Огромная благодарность. Спасибо огромное за то, что в самое трудное время эпидемии общественный транспорт работал. Работали поезда, работали, ходили автобусы. Да, там сделали какие-то перегородки в автобусах, как вы знаете. Сделали все возможное, чтобы обезопасить водителей автобусов. И все равно заболевали, все равно. Это был огромный риск для здоровья и жизни, особенно на пике эпидемии. И еще раз большущее спасибо всем транспортным работникам за то, что они нам помогли в это трудное время выживать. Я уже говорил про полицию. Много передач посвящалось полицейским. Но стражи порядка в период коронавирусной эпидемии оказались сразу в нескольких кризисах. Ну, во-первых, коронавирусная эпидемия. Не может полицейский сказать, я вот туда не пойду. Я в эту квартиру не зайду. Там больные, COVID-19. Я не пойду вот в это помещение. Я не пойду там, там опасно, там слишком много людей, например. А ведь говорили, что там, где много людей, желательно туда не идти. У полицейских выбора не было. Они защищали и защищают нашу безопасность. И поэтому они не могли отказаться. Они не могли сказать, мы не пойдем. А вдобавок ко всему еще, вы знаете, в течение минувшего года на полицию навалился еще и второй кризис. Кризис, когда их стали обвинять во всех грехах. Когда из-за того, что в Миннеаполисе один полицейский нарушил все законы, правила и человеческие установки и решил убить того, кто ему не понравился. Из-за этого на всю полицию стали косо смотреть, обвинять, что все полицейские расисты, что все полицейские убийцы, что все полицейские негодяи и так далее. То есть им пришлось столкнуться не только со страшным вирусом, коронавирусной эпидемией, но еще и со страшным вирусом, когда на них стали косо смотреть, и их стали обвинять и средства массовой информации, и политики, и некоторые общественные деятели. Это при том, что они, рискуя своей жизнью и безопасностью, защищали в том числе и тех самых протестующих, которые против полицейского произвола и беззакония протестовали, а полицейские, охраняя их безопасность, сами рисковали жизнью. И вот этот целый год был самым тяжелым, я считаю, годом для полицейских, не только в Нью-Йорке, но и по всей Америке. Потому что им пришлось... Они оказались в центре двух кризисов. Во-первых, страшная эпидемия, и очень тяжело полицейским в период кризиса. И второе, вот такой вот наезд на них с точки зрения обвинений во всех смертных грехах. Я всегда говорю, что если кто-то отравился в каком-то ресторане некачественной едой, это не значит, что теперь мы должны прекратить ходить во все рестораны, кафе и бары, что везде плохие повара. Ничего подобного. То же самое и здесь. Если есть какой-то мизерный процент тех полицейских, кто занимается злоупотреблениями, это вовсе не значит, что десятки тысяч полицейских Нью-Йорка, например, почти 36 тысяч полицейских в Нью-Йорке, из них 10 человек, 20 человек, 50 человек недостойно себя вели. Но это не значит, что нужно 35 с половиной с лишним тысяч обвинять в том, что они тоже себя так ведут. Но когда что-то хорошее делают, доброе, защищают, делают все возможное, чтобы остановить вооруженных преступников, а сколько полицейских погибло, выполняя свой служебный долг. А сколько полицейских было ранено, когда они пытались остановить преступление. Почему же не сказать этим людям спасибо? И вот этот парад хотя бы минимально что-то уравнял, как-то там были и полицейские тоже, им тоже говорили спасибо. Я уже сказал, что спасибо говорили не только на этом параде, и не только сейчас. В период эпидемии я много раз наблюдал, меня сделали ответственным координатором за частное пожертвование Кони Алленд госпиталю, и я своими глазами наблюдал, сколько раз бизнесмены, простые люди привозили и воду, и кофе, и еду, и булочки, и пирожные, и конфеты, и горячие, все что угодно привозили. А сколько было случаев, когда возле госпиталей, вот прямо видите на своих экранах, прямо букеты цветов привозили медсестрам, врачам, персоналу, чтобы только сказать спасибо, что они не одиноки, что про них не забыли, что это подвиг, это был действительно подвиг. Посмотрите, сколько надето на этих двух медсестер, когда они вышли забирать вот эти самые цветы. Посмотрите, во что они одеты. Просто даже вот так одеться, и постоять вот так пару часов, это уже подвиг. А нужно было работать, спасать жизни. Пациентов, это же так тяжело. А если речь идет не про 5 часов, не про 8 часов, а про 12 часов, вот в такой вот одежде, и вот так работать, и жарко, и весом много лишнего получается, и ответственность колоссальная, дышать тяжело, и маски все, вот эти всевозможные шилцы, вот эти лицевые покрытия, это все очень-очень тяжело. Огромное спасибо всем, кто спасал жизни, рискуя своей жизнью. Они всегда рискуют своей жизнью, всегда медсестры, и врачи рискуют своей жизнью, но в этих условиях риск был, конечно, не сопоставимо, намного выше. И поэтому им говорили спасибо, и говорили спасибо мы и сегодня, и сейчас. Я уже сказал, период эпидемии показал, что многие профессии просто незаменимы, без них жить невозможно. Поэтому и термин же появился. Главный, essential, без которых просто ну не выжить. Не придавали многие люди значения работникам аптек, фармацевтам. Ну есть аптека, и подумаешь, но есть фармацевты, аптек же много, фармацевтов же много, лекарства же есть. Но никто не задумывался о том, какой риск у этих людей в период эпидемии. И только сейчас начинают понимать, что в период эпидемии очень многие работники аптек тоже подвергались колоссальнейшему риску. И многие заболели. И я знаю таких людей, которые работали в аптеках и заболели коронавирусом. Потому что в аптеку очень часто приходят не только здоровые люди, но приходят и больные люди. И никогда нельзя определить, кто здоровый и кто больной. А если это вирус, а если это серьезная инфекция. И вот люди подвергают себя риску. Я думаю, что нужно понять, что в аптеках работают люди, даже не во время эпидемии, которые заранее идут на риск. Они рискуют своим здоровьем и жизнью для того, чтобы другим было лучше. Это не просто там таблетки выдать. Это риск для здоровья. Потому что может прийти больной человек. И очень часто наблюдал в аптеках приходят люди, которые больны, получают лекарства. Сами приходят, никого не посылают здорового родственника. Сами приходят, дайте мне такое-то. И кашляет в это время. Человек уже болеет. Это риск. Потому что это может распространяться, как вы знаете, через воздух этот вирус распространялся. И как не оберегайся, какие перегородки не ставь, какие маски не надевай. Я думаю, вы сами знаете много примеров, когда фармацевты, когда работники аптек, к сожалению, заболели коронавирусом. И поэтому мы тоже сегодня говорим огромное спасибо всем, кто в этот период помогал, не закрывался, не прекращал работу, несмотря на все трудности и сложности. Огромное спасибо всем, кто работал в аптеках и работает сейчас в аптеках. Огромное, огромное спасибо. Еще одна профессия, которую тоже все стали очень ценить во время эпидемии. Мы всегда говорили с детства спасибо нашим учителям. И, конечно, мы благодарим тех учителей, которые дали нам образование, которые терпеливо переносили, как мы говорим, все трудности, потому что очень часто дети шалят и капризничают. И в Америке тем более с дисциплиной в школах очень-очень напряженка. Но в период эпидемии учителя тоже оказались в очень сложной ситуации. Вы скажете, но ведь школы же закрыли. Но, во-первых, их закрыли не сразу для начала. Во-вторых, позже их все равно открыли. Кроме того, кроме государственных школ еще были частные школы, были религиозные школы, были школы, которые все равно работали в период эпидемии. И даже когда они стали постепенно открываться, все равно риск для учителей был очень большой. И я думаю, многие из вас знают тоже примеры тех учителей, которые заболели коронавирусом. Я знаю случаи, когда заболевали и умирали, к сожалению, директора школ, другой школьный персонал, поэтому, конечно, и учителя, и весь школьный персонал, и даже охранники школ, и даже работники школьных кафетериев. И все, кто работал в школах, тоже, безусловно, нужно считать essential workers, от которых, безусловно, зависела и зависит жизнедеятельность нашего города, да и всех городов тоже. Еще одна профессия, которую мы хорошо знаем, но которая тоже как-то почему-то недооценивали и недооценивают, на мой взгляд. Я всегда говорил спасибо работникам по уходу на дому. В период эпидемии они оказались не просто на передовой, они оказались, ну, супер важными, потому что, когда мне звонила пожилая женщина, я говорила, ко мне сегодня хоматендент не пришла. Что мне делать? Позвоните в агентство. Я звоню, ни до кого дозвониться не могу. Как я буду жить без нее? Очень многие пожилые люди, инвалиды, по-настоящему оценили вот эту профессию работников по уходу на дому именно в период коронавирусной эпидемии. И сейчас уже понятно, что без работников по уходу на дому жизнь, особенно пожилых людей, жизнь инвалидов совершенно стала бы, ну, если не адом, ну, очень-очень трудной. И сегодня самое время сказать спасибо этим людям. Они рисковали тоже и жизнью, и здоровьем, потому что многие из них, к сожалению, заболели. Некоторые из них, к сожалению, ушли из жизни, потому что когда они приходили к пожилым людям, они знали, что они рискуют жизнью. Они об этом прекрасно знали. Про это говорили по всем телеканалам, что больше всех заболевают коронавирусом именно пожилые люди, именно люди с ослабленным иммунитетом, инвалиды. Об этом все время говорили все. Но у хоматендентов выбора не было. Это профессия, они работали, это то, чем они занимаются по уходу на дому. Они приходили и выполняли свой, я бы сказал, гражданский долг. Я думаю, что многие из наших телезрителей тоже говорят спасибо своим хоматендентам, говорят тем, кто выполняет свой долг с честью, говорят спасибо. Конечно, опять же, из каждого правила есть исключение, и в каждой профессии есть люди, которые не выполняют свой профессиональный долг честно и достойно. Но таких всегда меньшинство, подавляющее меньшинство, а подавляющее большинство тех, кто с честью выполняет свой долг, выполняет свою работу. И поэтому сегодня мы говорим спасибо работникам по уходу на дому. Они участвовали в этом параде, и про них тоже говорили. Они включены в список так называемых essential workers, то есть список работников, от которых зависит наша с вами жизнь, и без которых было бы невозможно, особенно когда речь идет об огромном количестве пожилых людей. В русскоязычной общине, скажем, в Нью-Йорке примерно 33% людей в возрасте старше 62 лет. Это одна из самых пожилых общин в Нью-Йорке. Я думаю, что и в других городах тоже. Безусловно, в нашей общине есть и люди среднего возраста, и молодежь, и дети, и подростки. Все это так. Но и много пожилых людей, русскоязычных иммигрантов, я уже сказал, около трети, больше 30%, а в некоторых районах и выше, это люди в возрасте старше 62 лет. И хотя в Америке это считается золотая пора, людей, которые старше 65 лет пенсионного возраста называют Golden Years, Senior Citizens, но я к тому это рассказываю, что очень важно, чтобы были профессиональные Home Attendant, чтобы были профессиональные Home Health Aids, чтобы работники по уходу на дому были профессиональные, заботливые, неравнодушные, и таких людей в период эпидемии было очень много, за что всем представителям этой профессии очень большое спасибо и низкий поклон. Еще одна профессия тоже оказалась в центре внимания, про нее все время говорили. Многое закрылось в период эпидемии, много бизнесов закрылось, но эти бизнесы не могли закрыться, так же, как и аптеки не могли закрыться в период эпидемии, так же, как общественный транспорт или больницы не могли закрыться в период эпидемии, не могли закрыться и супермаркеты. Поэтому работники супермаркетов, все, кто там трудился, и людям нужна была еда в любом случае, они оказались essential workers, за что их тоже, безусловно, включили в категорию essential workers, за что они, им говорим спасибо, они тоже участвовали в этом самом параде героев, и, безусловно, их нужно считать героями. Они очень даже рисковали своей жизнью. В самое трудное время можно было прийти в супермаркет, в русский магазин, в бокалейную лавку, купить необходимые продукты. Без продуктов жить было бы невозможно. Ну и, конечно, те, кто развозил эти продукты, тоже были essential workers, все, кто развозил пассажиров, все, кто работал в кар-сервисах, в лимузинах, в компаниях Uber, там, Lyft и так далее, VIA и многих других тоже настоящие герои, тоже, к сожалению, некоторые из них заболели коронавирусом, некоторые, к сожалению, скончались. Они тоже выполняли свой долг, работали, развозили пассажиров, а как иначе? Особенно, когда речь идет о больших городах, как могло быть по-другому. И еще одна профессия, о которой сегодня нужно сказать, и я с гордостью скажу, что я тоже себя отношу к представителям этой профессии, это журналисты, работники средств массовой информации. Без них как можно? Без телевидения RTN, без Дэвидсон радио, как можно обойтись без газет, как могла русскоязычная община в период эпидемии не получать важнейшую информацию о том, что происходит, что происходит на фронте борьбы с коронавирусной эпидемией, какие нововведения, что делают власти, что происходит с полицией, что происходит в госпиталях. Когда у нас передача была президент Кони Алленд госпиталя Светлана Олипянская и рассказывала о том, что происходит, разве это маловажно, разве это не имеет значения, вот поэтому журналистов, видеооператоров, монтажеров, всех, кто работает в средствах массовой информации в период эпидемии назвали essential workers, то есть теми, от кого зависит жизнедеятельность наша. Без средств массовой информации, безусловно, узнать, что происходит, было бы невозможно. И в этот кризис, в этот кризисный период, вот в эту категорию включили всех, кто работает на телевидении, на радио и в газетах. И в заключение я хотел бы сказать о том, что очень и очень печально, очень грустно мне, что еще с мая прошлого года Конгресс США обсуждал Акт Героев 2020. И там был важный пункт, так называемый hazard pay, выплаты, прямые выплаты представителям всех этих профессий, о которых я сейчас рассказывал, вот этих самых essential workers. Вначале говорили, единоразовый бонус, 15 тысяч долларов. И три месяца подряд я читал о том, что в этот Акт Героев включен этот пункт, этот расход, 15 тысяч долларов единоразовый бонус. Потом стали говорить про 10 тысяч долларов. Потом это дело не вошло в финальный вариант первого закона о стимулировании экономики. Потом был второй закон о стимулировании экономики. В этом году уже приняли третий закон о стимулировании экономики. Потом стали говорить, давайте хотя бы 5 тысяч заплатим. Я помню выступление сенатора Чарльза Шумера, он говорил про 10 тысяч долларов. Я помню выступление президента Трампа, я помню выступление уже президента Байдена. Я видел выступление губернатора штата Нью-Йорк Эндри Куома. Все говорили о том, что нужно выплатить единоразовую премию. Я узнал, что недавно на телеканале Fox News глава этой компании Руперт Мердок решил выплатить 2 тысячи долларов всем, кто работал в период коронавирусной эпидемии, 2 тысячи долларов на человека. Конечно, 2 тысячи это не 10 и не 15, но я считаю, что вообще ничего дополнительно не заплатить тем, кому мы называем героями, тем, кому мы называем essential workers. Самое настоящее, извините, свинство и позор, что в Америке, во всех штатах и во всех городах не нашлось возможности. Уже эпидемия заканчивается, а так и не заплатили вот эту единоразовую премию. И на мой взгляд, даже 10-15 тысяч это просто было бы совсем мало людям, которые рисковали своей жизнью и здоровьем. Это и полицейские, пожарные, медсестры, хоматенденты, транспортные работники, фармацевты, учителя, работники супермаркетов, хоматенденты. Всех, о ком я сегодня рассказывал, все, безусловно, заслужили, ну как минимум, единоразовую премию. И не 10 и не 15 тысяч долларов, а гораздо больше. В первом законе речь шла о том, законопроекте, который так и не был принят, речь шла о том, чтобы им заплатить за весь период с момента начала эпидемии и вплоть до ее окончания. А мы говорим, что она еще полностью даже не закончилась. И заплатить из расчета, тогда говорили 13 долларов в час. Представляете, о какой сумме шла речь. И что же в итоге заплатили? Ничего не заплатили, дырку от бублика. И, конечно, приятно парад. Приятно, что губернатор хочет поставить памятник там в Беттери Парке героям, настоящим героям Essential Workers. Но и памятник, и парад совершенно недостаточно. Мне все же хочется надеяться, что найдутся возможности, особенно у федерального правительства, все-таки выплатить хотя бы в 2021 году всем Essential Workers крупную денежную премию за их настоящий героизм. Как хотя бы заплатить 15 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. Поверьте, они этого заслуживают. Спасибо всем, кто смотрел сегодня нашу передачу. Здоровья вам, счастья, благополучия. И еще раз спасибо всем, кто не жалел своего здоровья и даже многих, к сожалению, жизни ради того, чтобы помогать остальным людям, остальным жителям, соседям побеждать и бороться, выживать в период коронавирусной эпидемии. Всего вам самого доброго и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Арий Каган. Всего вам самого хорошего.